Раунд 5 6. В следующий раунд. Существует последний раунд. Распорт 28-28. Все на dearers. Все, поиграли последний рая. Весогненькие проблемы были с глазом и поэтому вот этот глаз у меня чуть поплыл и поэтому остановился и в бою уже не мог нормально видеть это все, ну не знаю, я думал, я все отработал, все от себя оставил там, три раунда, доработал до конца и это несмотря на то, что мой соперник согласился на бой, когда остался день до боя, но он весил 69-70 килограмм, ну так как я говорю, готовился к этому, хоть и мало времени, но я согласился на бой, меня верили, вся моя команда, семья, друзья, ну извиняюсь перед ними за то, что я не оправдал ожидания. Ты как считаешь, решение судей справедливо было? Ну не знаю, судьи знают свое дело, это их работа, но я думаю, хоть я третий раунд концовку отдал, но я не проиграл этот бой. Ну я лично тоже так считаю, потому что... Ну многие подходили после боя, говорили, что я не проиграл этот бой, ну не знаю, судьям видней и зрителям так же, я так думаю. Сейчас с тренингским штабом разговаривали, есть какой-то план, чтобы подать апелляцию и пересмотреть итоги поединка? Не знаю, насчет этого еще не общались. Ну ты расстроен в любом случае? Конечно, я работал столько, ну гонял вес, работал, пахал. Слушай, мне вот в закулисе пацаны сказали, что ты гонял много, сколько ты гонял? Са 10 килограмм. Примерно за 11 дней я узнал, ну получается суммарно где-то 14-15 килограмм садил. И причем ты несколько раз, мы сказали, парни, что ты даже терял рассознание в салоне, было такое? В процессе весовынки в последний день я почти два раза не потерял сознание. Слушай, а твой же поединок он не был, в рамках Гран-при не было этого варианта, чтобы вообще не выходить на бой, возможно? Потому что это же не Гран-при будет, в любом случае, не за команду будешь. Ну, я готовился, если честно, но я не думаю, что я проиграл этот бой, ну как вы все видели. Хоть я третий раунд концовку отдал, но, кстати, это, гол у меня из-за того, что я просудился, а не из-за этого не могу провинуть, не говорю слова. Ты еще и простуженный в ситуации. Да, ангина у меня опухла, вот сейчас можете посмотреть на себя. Ну, это такой спорт, нужно рисковать. Как я уже говорил, в Мизерске ничего не бывает. Я рискнул, ну, результат таков. Ну, аль-хамду лилля, все повыли, все вышли. Ну, вообще, по этой теме мы посчитали 2-1 по раунду. Первый, второй раунд Мори забрал. Почему концовку отдали? Даже, ну, там, с преимуществом 10-9 все равно побеждает Мори. Не знаю, судейство сейчас, как судить, что делать. Даже снизу Мори концовка была активной. Не знаю, судейство это виднее, наверное. Дали ничью. Хорошо, что хоть этот результат не забрали у пацана, они испортили ему рекорд. Хотя, ничья, да, такой неоднозначный результат. Он прошел большую подготовку, самого многого у нас в команде согнал. Около 17 килограмм там за 2-2,5 недели. Это очень много для спортсмена. Восстановился. Он имел право вообще не выходить лица, но он захотел посоветоваться с трейнерским составом. Да, дали разрешение. Отбился. В принципе, ну, можно так сказать, что забрали, украли у него эту победу. Ну, вернется пацан сильнее. Уже не такой он проходил. Учтет все ошибки, вернется сильнее, ничего. Там момент был связан с ударом коленом в голову. Находился мирбек уже, по сути, на двух точках, да? Да. Не на трех. На трех точках находился. Ну, я не знаю, там, но смотрение судей, же, да, снимает он бал или не снимает бал. Это, ну, рефери виднее. По идее, за такие нарушения вроде бы сразу автоматически бал снимается. Даже с учетом того, что бал сняли, я не знаю, он все равно по-любому победил. Короче. Очень странно все действие. Ну, за такое, на самом деле, могут даже дисквалифицировать. Скажи, как боец, который выступает. Ну, да, если можно подать в лиге протест, да, там, на рассмотрение результатов, да. Я думаю, с тренерским составом, если все порешим, можешь апелляционную какую-то, такую, заявку кинем и пересмотреть бой. Ну, на взгляд не только меня, а многих спортсменов он выиграл. 2-1 по раундам, это точно.